Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Только в сентябре в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Микс», «Росинка», «Март». Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Внедорожник приземлился на крышу. В Афанасьевском районе столкнулись «Форд Фокус» и «Нива Шевроле». Запихнули в багажник и угрожали убийством. В Зуевском районе осудили группу хулиганов, которые избили и незаконно лишили свободы жителя поселка Фаленки. То ли от страха, то ли от смелости. То, что хотелось ему причинить боль, которую он мне причиняет постоянно. Чтоб он тоже почувствовал такую же боль. Отказала супругу в пляжном отдыхе. По какой причине произошла совестная перепалка? Что сходили купаться и его с собой не взяли. В Кирове за нападение с ножом на мужа осудили 32-летнюю Ксению Барбарину. Красавцы, просто красавцы. Помогли сотрудники ППС. Здравствуйте, я командир отделения Макаров, ППС. Следите, ваши дни. На улице Попова активисты и полицейские задержали пьяного водителя в Митсубиси. В Афанасьевском районе после ДТП перевернулся внедорожник. В него врезался водитель Форда Фокус. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварии» словом моему коллеге Сергею Пичугину. По информации ГИБДД, авария произошла утром 29 сентября на 250-м километре трассы Киров-Пермь. Водитель Форда Фокус хотел повернуть с прилегающей на главную дорогу и не пропустил Ниву-Шевроле. После удара внедорожник вылетел с трассы и в кювете перевернулся. В итоге в этом ДТП чудом никто не пострадал. Водителям теперь предстоит серьезный ремонт. В Кирове на улице Пугачева напротив дома номер 1 неизвестный водитель столкнулся с ладой 12-й модели и скрылся с места ДТП. Сейчас инспекторы разыскивают нарушителя. В отношении лихача уже вынесено определение о возбуждении дела. Ему грозит лишение прав. В четверг в немском районе водитель девятки потерял контроль над машиной и врезался в дорожное ограждение. После ДТП водитель скрылся. Сейчас инспектор выясняет личность нарушителя. Если виновника происшествия найдут, ему придется оплачивать не только ремонт своего авто, но и восстанавливать отбойник. Рано утром в Слободском районе водитель девятки хотел обогнать попутное авто, но столкнулся со встречной ладой Калина. После удара девятку отбросила в кювет, и она едва не опрокинулась на бок. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Сергей Пичугин. Место происшествия. В Зуевском районе осудили группу хулиганов, которые избили и незаконно лишили свободы жителя поселка Фаленки. Сначала 29-летнему потерпевшему криминальная троица нанесла побои, потом преступники засунули молодого человека в багажник машины и там удерживали. Также угрожали убийством. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Обвиняемые встретились с потерпевшим на одной из улиц поселка. Между ними произошел сначала словесный конфликт. Потом злоумышленники втроем избили молодого человека. Впрочем, побоев преступникам показалось мало. В продолжении своих преступных действий они перетащили потерпевшего к стоящему неподалеку автомобилю, поместили его в багажный отсек и вывезли на берег реки, где удерживали некоторое время. В ходе следствия данные молодые люди вину в совершении преступления признали полностью, дали признательные показания. Потом потерпевшего выпустили из багажника. Ему удалось вырваться от хулиганов. Он переплыл реку, попросил телефон у местного рыбака и вызвал полицию. В итоге налетчикам предъявили обвинение по нескольким статьям. Незаконное лишение свободы, побои и угроза убийства. Сергея Никифорова суд приговорил к лишению свободы на срок 3 года и 1 месяц. Анатолия Карманова к 1 году и 1 месяцу колонии-поселения. И Николая Микрюкова к 1 году и 1 месяцу лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу. Полиция продолжает разыскивать грабителей. Преступление произошло 24 сентября около 11 часов дня по адресу улицы Воровского, дом 55. Двое налетчиков зашли в офис с микрофинансов. Один тут же схватил руки девушки-менеджера, чтобы та не нажала тревожную кнопку и не вызвала полицию. В итоге 24-летнюю девушку преступники связали скотчем и забрали 70 тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой группы лиц обоим налетчикам на вид 20-25 лет». Также в распоряжении оперативников оказалось видео с вероятными налетчиками, которые днем ранее заходили в это же здание, но в другой офис. Всем, кто опознал молодых людей на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону 47-67-27 или 02-102. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Смотрите сразу после нее. То ли от страха, то ли от смелости. То, что хотелось ему причинить боль, которую он мне причиняет постоянно. Чтоб он тоже почувствовал такую же боль. Отказала супругу в пляжном отдыхе. По какой причине произошла стрессная перепалка? Что сходили купаться и его с собой не взяли. В Кирове за нападение с ножом на мужа осудили 32-летнюю Ксению Барбарину. Помогли сотрудники ППС. Здравствуйте, я командир отделения Макаров. ППС. Следите, ваша. На улице Попова активисты и полицейские задержали пьяного водителя в Митсубиси. Не заметила внедорожник. О, красавцы че. Объехал. В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели. Добавьте своему автомобилю лоска и сохраните его надолго. Только в кузовном центре «Агат» специальное предложение. Комплексная полировка и покрытие защитным жидким стеклом по уникальной цене. Всего за 9900 рублей. Подробности акции и сроки ее проведения уточняйте в кузовном центре «Агат» на Дзержинского 110. Телефон 208-00. Кузовной центр «Агат». Безупречное качество за разумные деньги. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В Кирове за нападение с ножом на мужа осудили 32-летнюю Ксению Барбарину. Преступление произошло в коммунальной квартире на улице Павла Корчагина. Пьяная женщина не выдержала оскорблений 24-летнего супруга, схватила нож и порезала его. К счастью, молодой человек остался жив. Все подробности осужденно рассказала в наследственном эксперименте. Поясните, что здесь произошло? Порезала мужа. Порезала мужа. Преступление произошло в июне этого года. Осужденная Ксения и ее соседка по коммуналке собирались идти на пляж. Вместе с ними хотел пойти и супруг Ксении Юрий. Но женщины его с собой не взяли. По какой причине произошла словесная перепалка? Потому что ходили купаться и его с собой не взяли. На пляже Барбарина вместе с соседкой купалась и пила водку. В 9 часов вечера она вернулась домой пьяная. Муж устроил скандал. Он именно здесь сидел? Чуть-чуть подальше. Чуть подальше. Подальше где? Укажите рукой. Вот здесь, где кровь. По словам осужденной, супруг сидел на диване, она шинковала огурцы. Словесная перепалка обострялась. Юрий ругался и угрожал Ксении. В какой-то момент женщина развернулась к мужу и ударила его ножом. Она взяла нож, развернулась. Начала его тыкать. Он защищался. Удар пришелся в правое плечо. Пошла кровь. Юрий упал на пол. Барбарина испугалась и побежала к соседке, чтобы та вызвала скорую помощь. Сходила к соседке, сказала, чтобы она вызывала скорую. Она не поверила, что я порезала мужа. Я взяла полотенце, приложила ему к шее. Вызвала скорую. Прибывшие медики госпитализировали Юрия Барбарина. В итоге ранение оказалось не смертельным. Ксению задержали полицейские. Впоследствии она была арестована. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему». Как удалось установить в ходе следствия, ранее между ними уже возникали конфликты. Оба характеризуются как лица, злоупотребляющие спиртными напитками. Обстоятельствами смягчающие наказание стали наличие малолетнего ребенка, а также оказание медицинской помощи непосредственно после совершения преступления. Отягчающими рецидив преступления и совершение преступления, будучи в состоянии алкогольного опьянения. «Понимали ли вы, что в результате ваших действий может наступить смерть вашего мужа?» «В тот момент, наверное, не понимала, что так может быть». «А по какой причине не понимали?» «Не знаю. Какое-то безумие в голове было. То ли от страха, то ли от смелости. То, что хотелось ему причинить боль, которую он мне причиняет постоянно. Чтобы он тоже почувствовал такую же боль». В суде Барбарина свою вину признала. При вынесении приговора суд учел ее прежнюю судимость за кражу. При назначении данного наказания судом было вычтено наказание по предыдущему приговору, в связи с чем окончательное наказание Барбариной по совокупности приговоров было назначено в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, забыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Осужденная может его обжаловать. Михаил Вагин, место происшествия. Оставленная на капоте бутылка пива может закончиться лишением прав для водителя Митсубиси на улице Попова. Впрочем, все началось на улице Сурикова. Там активисты ночного патруля увидели, как мужчина сначала поставил бутылку из-под пива на капот ланцера. Затем он несколько раз безуспешно пытался завести авто. Общественники решили проследить за подозрительным автолюбителем и на всякий случай позвонили в дежурную часть. Тему продолжит Сергей Пичугин. Водитель Митсубиси заметил преследование общественников и хотел было припарковаться, но поехал дальше. Активистам ночного патруля повезло. Неподалеку ехали сотрудники ППС, которые согласились помочь в задержании лихача. Через минуту УАЗ полицейских догнал Митсубиси. Водителю иномарки даже не пришлось ждать сигнала об остановке. Он снизил скорость сам. Если верить мужчине, про оставленную бутылку на капоте он не помнит, а спиртное якобы не пил. Через минуту приехали и сотрудники ДПС. Дорожные полицейские узнали, есть ли доказательства факта управления авто и почему у водителя Александра нет при себе документов. Все это время в машине сидели приятели водителя. Судя по всему, задержание заставило их понервничать. Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Пытались защитить пьяного водителя. Да убери свою хрень. А вы, вы не материтесь и не хамите мне здесь, мужчина. Я работаю, между прочим, с телевидения. Понимаете, нет? Я тебе ебану сейчас, блядь. Пьяный шофер был по-джентльменски спокоен, а пассажиры устроили конфликт после задержания на улице Попова. Не заметила внедорожник. Ох, красавцы че. Объехал его. В рубрике «Видеорегистратор» самые заметные видеоролики уходящей недели. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. После задержания водитель «Митсубиси Лансер» уверял, что он не употреблял алкоголь. Готов был даже это доказать и пройти все необходимые процедуры, а также экспертизу. Что показал алкотестер во второй части сюжета. Сотрудники ДПС предупредили пассажиров, что машина, скорее всего, отправится на штрафстоянку, но без людей внутри авто. Здравствуйте. Товарищ инспектор Булычев. Ну, что ты едешь, пожалуйста. Нет, дальше не поеду. А, в смысла нет, вы просто сидите? Мы ее сейчас закроем и все. Да убери свою хрень, б***ь. Вы не материтесь и не хамите мне здесь, мужчина. Я работаю, между прочим, с телевидением. Понимаете, нет? Я тебе еб***ь сейчас б***ю. Тем временем в патрульном автомобиле водитель Александр решался, где проходить ему экспертизу. Мужчина был уверен, в любом случае прибор покажет нули. Где лучше-то тебя? Нет, то есть абсолютно без разницы. То есть либо в ГАИ будет быстрее. Давайте в ГАИ. В ГАИ. Все понятно. Все понятно. Давайте в ГАИ. Только кукой синий, а покурить. Сначала инспекторы в отделе полиции по отпечаткам пальцев установили личность водителя. Затем приступили к процедуре освидетельствования. Почему проводится процедура освидетельствования? Так как у нас имеется основание полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. От вас исходит запах алкоголя, а также у вас шаткая походка. Все понятно. Это признаки алкогольного опьянения. Перед тестом на алкоголе Александр поинтересовался, как пользоваться прибором. При выдохе должен идти сигнал. Давайте. Давайте. Сильно дуть-то, да? Не очень сильно. Средней интенсивности, но продолжительно. Вот, дуйте. Дуйте, дуйте. Все, достаточно. Сколько допускают? Значит, у нас погрешность установлена 0,16. В вашем случае 0,442 миллиграмма на литр выдоха воздуха. Александр согласился с результатом экспертизы и расписался в протоколах. Сейчас он готовится к лишению прав и штрафу в 30 тысяч рублей. Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. На Октябрьском проспекте камера зафиксировала, как девушка на иномарке спровоцировала ДТП. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На Октябрьском проспекте внедорожник врезался в иномарку «Шкода». На повторе видно, легковушка хотела повернуть на проспект, но девушка за рулем «Шкоды» не убедилась в безопасности маневра. В итоге от удара легковушка выехала на газон и там остановилась. По словам очевидцев, никто серьезно не пострадал. На Октябрьском проспекте водитель «Приоры» столкнулся с таксистом. Судя по всему, шофер «Лады» поздно обратил внимание на светофор и не успел вовремя затормозить. На улице Воровского камера зафиксировала, как медицинский УАЗ врезался в иномарку. От удара у Сузуки вылетело заднее стекло, а сама машина оказалась на пешеходном переходе. Вероятной причиной инцидента стала банальная невнимательность водителя УАЗа, а также несоблюдение дистанции. Вечером на улице Орджоникидзе водитель Саньонга совершил ДТП и скрылся. На повторе видно, пропуская другую машину, нарушитель с госномером К905РА43 регион протаранил припаркованную Kia Sportage. Автор видео надеется, что именно эти кадры помогут водителю пострадавшей иномарки. На улице Потребкой операции лихач на Хонде спровоцировал аварию. Водитель не рассчитал дистанцию до попутного УАЗа. В итоге Хонда лишилась зеркала, после удара иномарку вынесла на встречную полосу. Там она едва не зацепила встречный автомобиль. Похожая проблема с дистанцией стала причиной ДТП на улице Воровского. Там в Тойоту врезался лихач на Рено. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения двух иномарок. На съемке видно, водитель Рено куда-то очень торопился. Поздно заметил смену сигналов на светофоре и врезался в Тойоту. На улице Упи-то очевидцы наблюдали, что как будто бы иномарка Ниссан ехала без водителя. Впрочем, как установили инспекторы, в момент ДТП за рулем водитель был. Им оказалась женщина. Она припарковалась, потянулась за сумкой на заднем сидении. В этот момент машина покатилась. В итоге иномарка протаранила припаркованный Пежо и врезалась в бордюр. На улице Воровского камеры видеонаблюдения зафиксировали столкновения автобуса и легковушки. На съемке видно, что водитель Пазика явно не рассчитал габариты своей машины и зацепил стоящий в заторе автомобиль. Удар был не сильный, но после этой аварии на мосту образовалась пробка. На улице Карла Маркса очевидцы запечатлели, как молодой человек на роликах зацепился за троллейбус. Со стороны такой поступок может выглядеть вполне безобидно, однако подобные действия опасны и могут привести к тяжелым травмам. В Кирово-Чапецке на одной из бензоколонок автоледи на приоре оторвала заправочный пистолет. Несмотря на сигналы, женщина уехала. Видимо, оторванный пистолет остался у нее в качестве сувенира. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobaka-inbox.ru или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. И увидимся на Первом городском.